И так, да, мы на сегодняшнее занятие, как было сказано, посвящаем четырем погибшим в теракте, и хочу присоединить к этому и мою жену Любу, к сожалению, ушедшую из жизни 9-го числа месяца Тилета и этого года, благодаря которой, в общем-то, я и могу проводить с вами занятия по книге Хискеля, которая была сделана аккуратнейшим образом благодаря ей, так что это как бы такое необходимое присоединение. Теперь я хотел с вами поговорить о том, что может быть актуально для нас или, можно сказать, всегда актуально. И, конечно, хочется затронуть самые такие актуальные действительно темы, но мне кажется, что и изучение просто материала, проникновение в текст, оно очень-очень важно для нас, потому что понимание, оно всегда как бы, оно всегда продвигает мир вперед, понимание, оно всегда связано с хорошими намерениями, с чувствительностью, потому что человек нечувствительный, не тонкий, он не понимает, вот, и поэтому, и с другой стороны, понимание, оно влияет и на наше качество души обязательно, поэтому, не ища как бы прямых аналогий, мы с вами возьмем текст, который может нам помочь, но не как бы не специально проводя прямые параллели. А я хотел сегодня с вами поговорить о 37 главе из книги Хискеля, которая внешне как бы говорит о воскрешении из мертвых, а на самом деле, если ты вчитываешься, то это, ну, никак не проходит эта тема воскрешения из мертвых, а это возвращение сновей Израиля на землю Израиля, которое воспринимается как воскрешение из мертвых или дается как образ воскрешения из мертвых. И глава всем хорошо известна, много обсуждалась, но есть целый ряд деталей, которые мы, надеюсь, обнаружим, когда будем вчитываться в текст. Вот, я открываю, да, и, как всегда, мне кажется, это такое общее замечание, всегда очень важно понять, когда ты открываешь книгу, как нас учили и справедливо в школе, нужно знать и время, когда она была написана, и автора, и его проблемы. Вот так, что мы с вами поговорим не только о самом тексте, но и о тех проблемах, почему было дано это пророчество, когда и при каких обстоятельствах. А вот сейчас я попробую открыть текст, да, надеюсь, что у меня это получится. Так, секунду, у меня займет немножко время, потому что я забыл поднять его на экран, этот текст. Мы понимаем, что рука Бога – это восприятие пророком Божественного Духа, который действует силой. Пророчество дается иногда пророку, то есть, в большей части, когда пророк готов его воспринять, а иногда оно дается и как бы сверх возможностей пророка, сверх его готовности воспринять, и Всевышний дает его силой. В этом случае есть и определенная доля гнева Всевышнего. Рука берет и Хескира, и силой переносит его в то место, в которое должна его перенести, в которое будет дано ему пророчество. Когда это происходит и почему происходит? Я постараюсь напомнить вам, что Хескир пророчествует в Бавиле, куда он был угнан за 11 лет до разрушения храма, и там он начал пророчествовать. Это пророчество дается, и Хескир, о котором дальше пойдет речь, дается через год, где-то с небольшим, после разрушения храма, которое происходит на… То есть через 11 лет его пребывание уже в Бавиле. До этого были произнесены многие пророчества, ему было дано видение Всевышнего, которое принято называть колесницей, видение, когда образ такой смутный человека, господина мира неопределенный, выседает на престоле за небесами, а под небесами находятся ангелы с ликами животных и ликом человека, и всегда обращают внимание на мистический смысл этого видения, но мы можем подчеркнуть главную-главную проблему, почему это дается видение, потому что сыновья Израиля, оказавшись в Бавиле, у них вольно или невольно рождается такая мысль, что Всевышний отдал их в руку царей, в руку правителей народа. И главный момент в этом видении, образы животных, они характеризуют, указывают периоды нашей истории, периоды изгнания, проблемы этих изгнаний, и каждый из животных, скажем, что это лев, бык, орел и лицо человека, оно относится к власти царей над сыновьями Израиля в период изгнания. Мы знаем, что наша история делится на изгнание Бавиле, изгнание Персии и Мидии, изгнание греческое, так скажем, если так можно сказать, или власть носителя эллинизма над нами, и Рим, то есть четыре такие момента. Но самое главное, что подчеркивается, то что дух того, кто сидит на престоле, он в животных, то есть дух, желание, оно распространяется сверху, оно рождается, если так можно сказать, над небесами, и управляет животными, то есть управляет царями, управляет правителями мира, и Всевышний только внешне отдал сыновей Израиля во власть царей. На самом деле все находится в его руке, и все подчиняется его желанию, и, естественно, очень многое зависит от сыновей Израиля, как они себя поведут в изгнании, потому что свобода выбора никогда не отрицается. И мы представляем себе, конечно, разрушение храма. Это страшная трагедия и для тех, кто в Ярушалахе, и для тех, кто в Бавиле. И добровольство дается в тот момент, который описывается в книге Даниэля, и это также важно для того, чтобы понять этот текст, потому что пророчества очень часто пересекаются и дополняют друг друга. В книге Даниэля описывается, что через год после разрушения храма новохудный цар решил поставить золотую статую, которая будет олицетворять вечную власть Бавиля и заставить все народы или представителей народов склониться перед этой статуей и тем самым принять на себя власть Бавиля, поклясться, что они не будут бытовать, что они будут подчиняться царю Бавиля вечно. И, естественно, он привел сыновей Израиля. Книга Даниэля, конечно, бы хотелось рассмотреть отдельно. Мы сейчас не будем останавливаться на всех моментах. Почему пришла ему такая в голову мысль? Но вот это факт. Эта статуя была установлена в долине Дура. Дура переводится с Акадского как «стена». Там, видимо, была крепость, которая находится в 8 километрах от Бавиля. И созвал все народы. Созвал все народы и должны были склониться перед этой статуей. И сыновья Израиля, так же, как и все, склонились перед этой статуей, как мы помним, кроме Ханания Мишаиля Азария, которых на выходный царь, как он и обещал, кто не склонится, он бросил в обменную печь. На выходный царь бросил в обменную печь. Они вышли, были спасены чудом, вышли из этой печи. И статуя, эта золотая статуя, также как бы часть этого чуда, связанного с Ханами Мишаиля Азария, она упала, обрушилась эта статуя. В тот момент, когда сыновья Израиля, склоненец перед этой статуей, Всевышний подхватил Икискеяля и перенес его в долину Дура. Перенес его на этот раз не только как бы его душу, убедение, перенес буквально его тело, подняв на такой уровень пророчества, на который поднимался в свое время только пророк Ильяу, который мог как бы мгновенно перемещаться в духовный мир вместе с душой и телом и потом возвращаться в мир людей. И такого уровня пророчества неизвестно, кто еще достигал такого уровня, чтобы прямо тело перемещалось в духовный мир. Это было у Икискеяля, и Всевышний его несет в эту долину. И когда он несет его в эту долину, он видит эту статую золотую, и он видит сыновей Израиля, распростершихся перед этой статуей. В одной части долины эта статуя, а в другой части долины и опустил меня в долине, и она полна костей. В одной части долины эта золотая статуя, склонившаяся с сыновья Израиля, а в другой части рассыпанные по всей поверхности кости. И провал меня возле них по кругу, и вот много их очень разбросано по долине, и вот сухие они очень. Нам нужно представить себе, что это за кости, откуда они там взялись, в такой близости от столицы, 8 километров на пути, и почему там долина усыпана костями. Дело в том, что, как рассказывается в трактате Сангедрин, когда Новокудный царь пригнал пленных из Рушанайма, то среди них было много людей, и происходили самые разные моменты. Мы помним, что когда сыновья Израиля дошли до реки Прат, там была практически первая остановка, и они были измучены, и Новокудный царь, проплывая по реке, он потребовал от Руфрату, проплывая в такой ладе, он потребовал от левитов, чтобы они играли те песни, которые они пели в храме. Играли ту музыку, исполняли псалмы, которые они исполняли в храме для его услаждения, его слуха. Левиты отказались и повесили свои кеноры и свои музыкальные инструменты, которые они принесли из храма, всю дорогу внесли в Бавиле, они повесили их на игры и отказались играть. Сломали большие пальцы, кто-то порвал себе голосовые связки, специально, чтобы он не мог петь. Впоследствии Эзра, когда собирал сыновей Израиля, дошел вернуться из Бавиля, и он хотел взять с собой левитов, которые умеют петь, он с трудом нашел одного левита, который сохранил способность петь и играть на музыкальных инструментах полностью. Событие это очень трагичное, и, скажем, те, кто были угнаны в Бавиль за 11 лет, Ехескер был угнан не один, он был угнан как минимум с 10 тысячами человек, с таким цветом нации, он был угнан в Бавиль, и они находились в Бавиле. Вот те, кто находились в Бавиле, они вышли встречать тех, кто был пригнан из Иерушалаима, и они не могли одеть даже траурные одежды, они траурные одежды, темные, они одели под белые одежды, потому что были в травле, в такой день, когда нам царь пригнал пленных в Бавиле, это было бы оскорблением царя. И среди пленных были молодые красивые юноши, на которых стали засматриваться халдейские женщины, и их мужья пожаловались на Бакудмицару, он велел убить их. И когда их убили, они все еще были красивые, он велел их растоптать колесницами. Вот эти кости, они и были развостаны в долине Дура. Потом, возможно, их убрали, потому что это место торгового пути, возле торгового пути, но какое-то время они лежали там, как устрашение для всех врагов Новокудмицара, для всех, кто осмеливается выставать против него. Наши мудрецы сравнивали этих людей, эти кости, они сравнивали с сыновьями Ефраема, которые совершили исход за 30 лет, пытались совершить исход за 30 лет до исхода из Мицраема, из Египта, на как бы завоевать землю Израиля своими силами и потерпели поражение. 30 тысяч сыновья Израиля, сыновей Ефраема были убиты. Говорят, что эти кости, говорят, что они были в кости похожи на сыновей. Эти люди, которые были убиты, были похожи на сыновей Ефраема. Другие говорят, что они были похожи на Маапелим, на тех, кто после того, как сыновья Израиля отказались войти в землю Израиля и устроили плач 9 авра, и Всевышний наказал их. Как мы помним, утром нашлись люди, которые были готовы подняться и воевать за землю Израиля. Маше сказал им, чтобы они этого не делали, потому что Всевышний не с ними, и они все равно вышли на войну и потерпели поражение. Их называют Маапелим, то есть люди такие отчаянные, которые идут на прорыв. И мы понимаем, о чем идет здесь речь, о чем говорят мудрецы Талмуда, что, с одной стороны, все эти случаи и сыновья Ефраема, и Маапелим, те, кто вышел на войну после того, как было принято решение небесами наказать сыновей Израиля, в них есть и много отрицательного, и много положительного. Отрицательного – то, что не слушают Слово Всевышнего, не соотносятся с ним, а положительное – то, что они в любом случае борются за свободу, самоотвержены и готовы отдать свою жизнь. Также эти люди, эти кости, которые были разбросаны в долине Дура, это кости защитников Ерушалаема. Но что значит защитники Ерушалаема? Это те люди, которые ослушались слова пророка Еремиягу, призывавшего сдать город, предсказывавшего, что город нельзя будет защитить, потому что духовный уровень, желание как-то исправиться, пойти по хорошему пути, у сыновей Израиля не наблюдалось. Еремиягу представил выражение, а его не слушали. И, скажем, да, в этом плане вот как бы эти кости, которые разбросаны в долине, у них тоже есть две стороны такие. Борьба за свободу и вне подчинения пророку. Так же, как и у сыновей Ефраима, которые никого не спросили и не искали пророка. А пророк был в их время, а он был пророчеством в Египте. И это и Маапелим, те, кто вышел на войну после наказания 9-го Аба, не послушали Маше. С другой стороны, это величайшее свойство борьбы, стремление борьбы за свободу, быть свободными. Вот это те сухие кости, которые разбросаны в долине, с одной стороны, не слушающие пророка, с другой стороны, их сердца преисполнены готовностью бороться за свободу, за национальную независимость до конца. И, скажем, мы представляем эту картину пророка Всевышнего пронес на долине дуры. Он видит, как сыновья Израиля склонились перед статуей и не только склонились. Всевышний смотрит в сердца сыновей Израиля. Они действительно решили, что исхода не будет из Бавеля, что предсказание Иеремияу, о котором говорил, что через 70 лет народ вернется из Бавеля, все это не произойдет, не только колени опустились на землю, но и сердца опустились как бы в пятки у сыновей Израиля. И это сравнение сухих костей и тех, кто склонился перед статуей и потерял надежду, сказал, ну, ничего не будет, когда правит такой сильный царь, ничего не будет. Самое, может быть, удивительное и печальное заключается в том, что, как мы можем себе представить, что, когда гранатая статуя упала, сыновья Израиля не поднялись на ноги, они боялись подняться на ноги, они не были похожи на Ханания, Мишаэля, Азария. Нужно сказать, что в этот момент вспыхнул, когда Всевышний несет Ихискеля, он несет его с гневом, с гневом не столько на Ихискеля, как на весь народ. Пророк, он неотделим от всего народа. Почему? Потому что говорится, что когда сыновья Израиля, также в тракте Сан-Верин говорится, что когда сыновья Израиля стланились перед золотой статуей, то вспыхнул вне Всевышнего и он хотел весь мир превратить в ночь, но посмотрел на Ханания Мишаэля Азария и его сознание, так сказать, успокоилось, он отменил это решение забрать свой свет полностью из мира. и мы понимаем, что даже в изгнании имеет большое значение дух народа не только стремление исполнять заповеди, но и дух свободолюбия, желание вырваться из галута, желание вернуть себе и национальные достоинства, и независимость, и восстановить храм, и достичь той духовной высоты, которая была и раньше. если это все пропадает, начинает пропадать, то вспыхивает гнев Всевышнего. И Всевышний говорит Иискелью и сказал мне, сын человека, живут ли кости эти? И сказал я, во всесиле только ты знаешь. Всевышний задает вопрос пророку, потому что мы понимаем, что для того, чтобы происходили чудеса скрытые и открытые или скрытые, необходима вера, необходимо усилие такое снизу, как мы помним, что море, оно раступилось только в тот момент, когда Нахшомбин Минадав пошел в воды и за ним пошли другие сыновья Израиля, то есть они проявили свою веру и только тогда произошло чудо. И здесь Всевышний говорит Иискелью, ну скажи мне, вот глядя на эти кости, ну ничего в них не осталось, что кости, что те, которые распростерлись возле статуи и даже не осмелились подняться, когда она упала, ничего в них не осталось и все-таки ну посмотри на них, скажи, они оживут, да, и Всевышний, конечно, ожидает Иискеля, что он скажет оживут, да, это прозвучит как молитва, вот, но Иискель говорит, Бог всесильный, только ты знаешь. Иискель, как и все пророки, он всегда на стороне народа и понятно, что даже пророк, он не может понять все, не может понять горе, страдания, разрушения, и у него в душе есть претензия ко Всевышнему, почему он это сделал, зачем он привелся на Бию Израиля без знания, зачем был разрушен и ушелаемый храм, и в этих словах Иискеля звучит вот такой упрек ко Всевышнему, ты сам привел сюда, ты в твоей власти все, ты мог остановить разрушение ушелаемого, изрушение храма, но ты привел их в изгнание, в это страшное изгнание, и все, что было, так сказать, по дороге к этому изгнанию, ужасно и страшно, только ты это сделал, ты один знаешь, живут они или нет эти кости, что ты меня спрашиваешь. Этот вопрос в свете того, что мы уже себе представляем, что эти кости, они имеют значение не только и не столько как конкретные кости, как некоторый образ, который показывает Всевышний Хискелью, на этот раз, этот образ, это не просто видение, которое, скажем, как пророки часто его видят, это то, что конкретно есть в этой жизни, в этом мире, кости эти лежат в долине, и все же это образ, это не конкретный, не к ним относится все пророчество, оно относится ко всему народу Израиля, и поэтому этот вопрос живут ли кости эти, его можно понимать только как совершат ли сыновья Израиля исход избавили, проснется ли у них это чувство стремления вернуться на родину, а живет ли оно когда-нибудь, поскольку Хискель сказал только ты знаешь, если так можно сказать, он обижен на Всевышнего, за это он не удостоился того, чтобы быть похороненным в земле Израиля, так говорится в Перкей-де-Раби Элиезр, он был похоронен в Бавиле, и Хискель умер за 25 лет до декларации Кореша, 3070 год до этой эры, и так и не удостоился увидеть то, о чем он пророчествовал, и как мы знаем его могила находится на берегу реки Прад. И сказал мне пророчествуй о костях этих, и скажи им, кости сокшие, слушайте слово Бога. Мы понимаем, что опять же еще и еще раз, что эти кости это некоторый образ, и мы все время говорим и о таком рисунке картине, и то, что стоит за этим. Зачем нужно обращаться к этим костям? почему Всевышний не может сейчас на глазах у Ехескеля сделать то чудо, которым он планировал? Понятно почему. Он хочет доказать или сказать Ехескелю, что кости эти сокшие, как бы они не были сокшие, в том смысле, что они потеряли, что они являются образом тех людей, которые потеряли надежду, как бы они не были сокшие, они услышат слово Бога, если к ним обратиться. Могут услышать, по крайней мере. Поэтому к ним нужно обратиться. Ты обратись к ним, и ты увидишь, что эти кости отреагируют. Мы представляем себе, часто говорят о том, что кость это Эцем, значит, она что-то Эцем как бы от слова сущность, от Смаут, независимость, значит, что-то эти сами кости, даже несмотря на то, что они сухие, они что-то хранят. Или принося это на основе Израиля, как бы они не утратили свою надежду, что-то у них есть и теплица в них еще живет, и к ним стоит обратиться, они услышат Слово Бога. И так сказал Бог всесильный костям этим, вот я привношу в вас дух и оживете. Если говорить о костях, то действительно Всевышний покажет Ихискелю, как они собираются вместе, как поднимаются, оживают, но если это является образом народа, то слово оживете, и дух, который в них входит, это стремление вернуться на родину. О том, что такое стремление исчезает в Галуте, мы знаем и из Митрашим, но интересно вернуться к послушать Рав Кука, который говорит так, понимание святости в Галуте в знании становится поверхностным и нечетким, и человек, леченный страны, государства и пророчества не чувствует своей ущербности, так говорит Рав Кук в книге Урод. Мы здесь понимаем еще один очень сильный момент, что в общем-то речь идет о людях, которые не отказываются от Тора, не отказываются от соблюдения заповедей, не отказываются от веры во Всевышнего, они отказываются, у них пропадает ощущение необходимости быть в своей стране, быть независимыми, и необходимости того, чтобы вернулось самое главное, то, что у нас есть, это пророчество, и они не чувствуют недостатка, когда этого нету. Это те люди, о которых идет речь, мы в этом убедимся с вами дальше, в дальнейшем, но речь не идет о тех, кто ассимилировался в Павеле, может быть, и о ком-то из них, но в принципе это речь не о них. Ассимилировались, ушли, погрузились в другой народ, слили с ним, не к ним, не они эти сухие кости. Сухие кости это те, кто остаются народом Бога, как мы увидим дальше, но только что они потеряли надежду. И конечно, что всегда остается свобода выбора, и в кого-то можно вдохнуть этот дух, в кого-то можно вдохнуть дух, который является стремлением возвращения на родину, а в кого-то этот дух нельзя вдохнуть, и от тех, кто не воспримет этот дух Всевышнего, говорится в книге «Воекра» и пропадете среди народов и истребит вас земля врагов ваших, а те из вас, кто останется, сгниют, загрятят своих странных врагов ваших. Те, кто не поднимется, они сгниют, дух божественный обязательно будет, но кости его воспримут или нет, одни так, другие так, те, кто относится к тем костям, которые в галути, которые не воспримут, они сгниют за грехи в странных врагов ваших. и пророчество продолжается и говорится «Я дам вам жилы, я одену вас плотью и покрою вас кожей и вложу в вас дух и оживете и узнаете, что я бог». Здесь речь идет о становлении народа. И несмотря на то, что Иискель видит, сейчас вот увидит, как эти кости собираются у него на глазах в долине Дура, эти кости, их собирание вместе и оживление, оно является, как мы с вами говорили пророческим образом, и говорит о возрождении народа на своей земле. Не в Бавиле, а на своей земле. Где-то я выписал для вас цитату, что возрождение на чужой земле, оно невозможно. Сейчас я не вижу этот цитат, но хорошо я вернусь к ней. Если можно одну секунду, нужно прерваться, одну секунду, но там выключить запись. Запись сейчас одна секунда. И пророчествовал я, как мне было верено, и послышался звук, когда я пророчествовал, и вот шум избыли, были из кости кости ее. Очень важное качество человека, о котором говорит постоянно Равкук, это воображение. Если у нас есть развитое воображение, мы можем представить себе эту картину, и она очень волнующая, несколько пугающая и волнующая. мы представляем, как кости сближаются одна с другой и складываются вместе скелеты. И увидел я, и вот на них жилы плотью оделись они, и сверху покрылись кожей, но духа нет в них. Дух Всевышнего, который пошел, начал действовать, он собрал эти кости вместе, но он не вошел в сами кости, действие такое наружное, снаружи, кости сблизились, дух их сблизил, но в самих этих костях еще нет духа, они похожи на людей, но жизни в них нет. И это говорит о очень важном моменте, опять же, когда мы говорим, что это пророческая картина, указывающая на возвращение странами Израиля на родину, мы понимаем, что сначала, когда мы пытаемся расшифровать это правоводство, мы понимаем, что сначала образуются материальные структуры, и только потом приходит дух, и духу войти очень-очень трудно. Кости, сухожилия, плоть, мы понимаем, что это на земле Израиля возникают самые разные структуры, которые объединяют сыновей Израиля, и это может быть и армия, и правительство, и самые разные институты, но духа нет. Духа нет. Кости сложились, обросли плотью, а духа в них нет. Дух приходит в последнюю очередь. В принципе, это как бы закон мира, что сначала формируются сосуды, а потом приходит дух, но пророк говорит об этом отдельно, и отдельно подчеркивает, что это характерно также и для возвращения сыновей Израиля в свою землю. Сначала структуры, потом дух. Мы понимаем, говорили с вами, что возвращение избавили, могло бы быть чудесным, но это не произошло. Почему не произошло? Потому что сыновья Израиля отказались от надежды, склонились перед статуей. Это уже не произошло, и теперь путь возрождения будет постепенный, не мгновенный, когда все поднялись, прошли, выровнялись в долину, опустились, опустились горы долины, выровнялись, возникла ровная дорога. Нет, теперь этого не будет, теперь постепенно. Сначала сухожилие, плоть, кости сухожилия, плоть, потом дух, все очень постепенно, и вот о таком развитии событий, говорят наши мудрецы. Сначала спасение раскрывается по чуть-чуть, а потом мгновенно разрывает темноту, и его свет заполняет все вокруг. Так говорится в шофер то, на Тегелим комментарий на Тегелим 42. Чуть-чуть, постепенно. Так говорили наши мудрецы, так говорили наши мудрецы Талмуда. Сразу не получилось. И сказал мне, пророчествуй, обратившись к духу, пророчествуй, сын человека, и скажи духу, так сказал Бог Всесильный, с четырех концов земли приди, дух, и войди в убитых этих и оживут. То есть тот дух, который внешний, который не был восприметкостями, он недостаточен, теперь нужно собрать какой-то дух с четырех концов земли. и понятно, о каком духе идет речь. О том духе, который в ведении колесницы давался то одному из народов, и он тянул в одну сторону, то этот дух того, кто сидит на престоле над небесами, передавался другому народу, и тот народ тянул в свою сторону. А теперь нужно, если так можно сказать, у народов забрать этот дух и привнести его в сыновей Израиля. Не какой-то новый дух, а дух, который, если так можно сказать, был рассеян вместе с сыновьями Израиля среди народов мира. Тот дух, который стал в какой-то степени духом народов мира, он должен вернуться к сыновьям Израиля. И в Таилин царь Давид говорит, до каких пор в плену силу твоя и великолепие твое в руке врага. Сила твоя и великолепие в руке врага Всевышний дает силу народу мира, которую потом нужно собрать и привнести в Иерушалай. Есть множество годов по этому поводу на эту тему в трактате Сангедрин. Просто у нас нет возможности развернуть здесь всю картину и взять все источники. Но идея такова. Дух, который рассеялся, его теперь нужно собрать и вернуть. Это тот дух, который должен вернуться и оживить народ. «И пророчествовал я, как он повелел мне, и вошел в них дух». Дух вошел внутрь, не только внешнее движение, а теперь дух вошел внутрь, и ожили, и встали на ноги свои, воинство великое очень. «И сказал мне сын человека, кости эти, они весь дом Израиля. Вот говорят они, и сохли кости наши, и пропала надежда наша, обречены мы на гибель». То есть эти кости являются образом всего дома Израиля, кости всего дома Израиля. Есть ли люди, которые не похожи на эти кости? Может быть, но это не имеет большого значения, потому что речь идет обо всем народе. Один человек, если он поднимется и переберется в землю Израиля, то это не решит глобальные проблемы. Поэтому единицы, у которых пылает сердце надежды на возвращение, они готовы как радио дали идти пешком в землю Израиля, они не может быть, они меняют и наверное многое меняют, но произвести глобальные изменения в один момент они не могут и весь народ остается в глазах Всевышнего похожим на эти кости. В каком смысле кости еще раз? Вот почему они кости? Потому что говорят они и сохли кости наши и пропала надежда наша обречены мы на гибель. Еще раз можно повторить, что речь идет еще раз можно повторить, что идет речь о тех, кто сохраняет свою, скажем, идентичность еврейскую и о тех, кто продолжает молиться, читать три раза в день молитвы о возвращении в Ярушалае, в землю Израиля, соблюдают заповеди, но в сердце нет надежды. По привычке, как делали отцы, молятся, повернувшись в сторону Ярушала, и Ярушала просит о возвращении, но надежды на возвращение нету и ничего не предпримут ради того, чтобы своими усилиями постараться привести новое время, время возвращения. Поэтому пророчеству и скажи им, так сказал Бог Всесильный, вот я открою могилы ваши и подниму вас из могил ваших народ и приведу вас на землю Израиля. Мы начнем с народ Мон. Народ Мон. То есть мы понимаем, что речь идет о тех, кто остался народом всевышнего. Тот, кто себя называет, причитает другим народом, ну, все, пропало дело, кости сгниют в том или ином смысле сгниют среди народов. Речь идет о народ Мон. И вот эти слова очень тяжелые. Вот я открываю могилы ваши. Что это за могилы? Это города, в которых нету жизни. Вам кажется, что там есть жизнь, кипят еврейская жизнь, что там есть общины. Даже когда посмотришь на карту какого-нибудь города, он весь усыпан магендавидами, еврейские рестораны, еврейские клубы, синагоги и так далее, и так далее. Вот Ихискель или Всевышний через Ихискеля не стесняется в выражениях. Он говорит, это могилы ваши. Я открываю могилы ваши. И более того, подниму вас из могил ваших. Я открыл уже могилы, могли бы встать. Создав условия для того, чтобы вы оставили города ваши. Нет, не поднимайте, не встаете. Тогда я подниму вас. Я еще добавлю. Я еще добавлю. И добавлю обстоятельств, добавлю того, что будет вас выталкивать из Галута и приведу вас на землю, и приведу вас на землю Израиля. Подниму и приведу на землю Израиля. Раби Гошуа говорит о том, что имеется примерно в этом стихе Ехескиэля ввиду. Он говорит так, Всевышний пошлет царя, чьи указы будут столь же чудовищные, как козни Амана, и тогда придется подниматься. Но тем не менее свобода выбора остается. Все ли покинут Бавель или все ли покинут страны Россия, это выбор остается в руках сыновей Израиля. И будете знать, что я Бог, когда открою я могилы вашей и подниму вас из могил ваших народ мой. Будете знать, что я Бог, и одно из значений имени Бог, четырех буквенного имени, это тот, кто исполняет свои обещания. Я обещал вам, что я верну вас из Галута, я верну вас из Галута, и вдохну вас дух мой, и оживете уже на своей земле. Здесь дух жизни, он больше, он сильнее, здесь стоят перед человеком другие задачи, и для того, чтобы ожить на святой земле, недостаточно просто, чтобы кости собрались вместе, обросли кожей, и у них появилось какое-то движение, здесь жизнь другого уровня, и приведу вас землю вашу, и будете знать, что я Бог сказал и сделаю Слово Бога. И вот здесь мы эти 14 предложений, это какое-то огромное объемное пророчество, которое мы постарались с вами разобрать. Я могу сказать в конце, какую я ставил задачу с вами прочитать текст, потому что обычно текст остается непрочитанным. Есть очень много всего хорошего, есть сравнение с тем, что сухие посты это как катастрофа, и после катастрофы страны Израиля возвращаются в Израиле и происходит становление государства, все это замечательно, но это не главная тема и вообще просто может быть не тема этого пророчества, тема этого пророчества, это надежда и готовность совершить совершить исход. Иногда, даже когда уже и двери открыты, и Всевышний поднимает из этих могил, если возрождается надежда, возрождается ли желание вернуться. Здесь я остановлюсь, и если есть еще несколько минут, то мы можем попробовать разобрать вопросы, если какие-то возникли вопросы. Я не останавливался, потому что вы видите, что информации очень много, для того, чтобы получить какую-то более-менее полную картину, нужно столько всего проговорить. Вот теперь ваше слово, пожалуйста, если что-то обсудить, добавить или спросить, с удовольствием, пожалуйста. если можно, это может быть не по прямой теме, но... Ради Бога, все можно дополнить. Не дополнить, наоборот, я хотела пояснить немножко для себя схему взаимоотношений, именно в тот момент, когда Бог спрашивает у Ихизгейля восстануть эти кости. Это вопрос такой как бы риторический или то, что вы сказали, что он ожидает от него, что он будет полной надежды, что вы скажете, да, конечно, они восстанут, они пойдут. Как бы это вот откуда это видно? У меня нет такого ощущения просто. Откуда мы знаем, чего он от него ожидает? откуда мы знаем, что он от него ожидает? Это правильно, замечание правильное. Есть несколько моментов, которые могут оправдать эту посылку. Пророк, любой пророк разрушения и изгнания, он вступает вступает в противоречие со Всевышним. Если мы возьмем Еремиягу, то момент его избрания, он говорит Всевышнему, выбери кого-нибудь другого, как Маше, только не меня. Яга Всевышний говорит, я тебя сделаю пророком разрушения и восстановления. Ты расскажешь ему разрушение, даже Еремия говорит, я не хочу. Он страдает от всех этих пророчеств, он мучается. И он почему? Потому что есть переживания за народ. Он часть народа, он не видит всю эту картину полной справедливости. И Хискель то же самое, абсолютно то же самое. И тут представляется, что какой Всевышний спрашивает, а живут ли Кости эти. Есть два варианта. Один, который мы рассматриваем. Другой вариант, это когда в полном восторге человек скажет, да, конечно, как же могут не жить? Ты же говорил через своих пророков, что они живут. этого не происходит. По какой причине есть, если так можно сказать, условно говоря, некоторая обиженность на Всевышнего. Ты сам сделал. И ты сам сделал. Ты довел до такого состояния. И ты меня спрашиваешь, и ты меня спрашиваешь, как это очень часто бывает у пророчества. в каком-то смысле он не готов это пророчество получить. Когда Бог покажет Эрмия, вот там котел на фуах, что ты видишь? Тем не менее, он видит вроде бы правильно, но Бог ему объясняет подробно. Там нет этого напряженности? Вроде бы. Или тоже есть? Он не объясняет, что он видит. Он может быть чувствует, что очень большие противоречия со Всевышним и столкновениями. Поэтому он тоже не хочет объяснять, что он видит, что Маккель Шакет. Я вот вижу ветку миндаля и все. Хотя он понимает, на что это намек, но он не хочет проговаривать. И поэтому Бог должен проговорить? Тогда и так же в этом случае. возражение Иремия возникает позже, когда он видит Маккель Шакет. Это тоже, конечно, непростое пророчество. У него еще нет противоречий. когда Всевышний говорит, я сделаю пророком разрушения, и пророком разрушения он говорит ему, пошли к кого-нибудь другого. Мне просто интересно, как это соотносится. Вот он не хочет тут же ему предлагают наоборот пророчествовать о возвращении, почему бы ему и не захотеть? это в каком смысле быть? Да, но что перед этим возвращением? Разрушение храма, страшные тренировки. Но Ехескиль. А Ехескиль, почему ему не за... А, но как бы как себе представить, я не знаю, какой грубый... я возьму такой пример несколько грубый, утрированный, да, вот, как, скажем, муж побил свою жену и сбил ее как следует. Упаси Бог, не про нас будет сказано. Потом спрашивает ее, ну, как ты думаешь, любовь все-таки возможно? Возможно восстановить отношения? То же самое и здесь. ты посмотри, что ты с ними сделал, ты посмотри, что ты с ними сделал, до какого состояния ты их довел, говорит Ехескиль. Понятно. Ты меня спрашиваешь, живут ли они. Что-то еще хочется спросить? Так что вывод у нас здесь только один, очень многое зависит от нас и от нашей веры, от нашего духовного состояния, от того, что мы делаем вот в период изгнания и в период возвращения. И насколько мы воспринимаем Божественный Дух, насколько мы воспринимаем то, скажем, время, те события, которые происходят вокруг нас и которые фактически что бы там ни было, они нас всегда как бы выталкивают в одном направлении и приближают к одному месту, к одной центральной точке, к храму, к храмовой горе. И об этом Ихискеэль тоже говорит, начиная с 40-й главы. Все это очень-очень важно, мне кажется, что важно это прочувствовать, что в конечном итоге и от меня очень многое зависит, от того, как я воспринимаю, воспринимаю Дух Всевышнего, как он меня, иду ли я за Ним или нет, от этого очень-очень-очень многое зависит. Скажем, если сделать такие выводы обобщающие, то это хорошо. Ладно, я всем благодарен. Розеев, а можно еще маленькое небольшое пояснение по поводу вот такого противоречивого примера насчет людей, которые не слушали пророчества, но при этом они боролись за свободу, то есть как бы есть и плюс и минус. и это прям получается, что это некое смягчение вины или что вроде как можно пророков и не слушать, если ты ради доброго дела. Я даже не знаю, как это выразить, но просто это очень противоречивый момент получается. Вы правы, момент противоречивый, но не все как бы не все укладывается в скажем, черное и белое. И это тема, скажем, это линия того, что человек даже может быть не очень большой правильности, а иногда даже и злодей. Ему как бы приписывается плюс, если так можно сказать, просто не могу подобрать других слов за то, что он защищает народ Израиля и землю Израиля. Возьмите в пример Ахава, царь Северного царства. И он не боролся с его поклонством, отчасти сам был его поклонником. Говорится, что он построил город в Израиле и укрепленный город построил в Шамрон, и это для него плюс. Более того, он выходит на войну против врагов и защищается на ве Израиля. Он погиб в конце концов в сражении за Рамот Гелат, и о нем говорится, что когда он был ранен, он целый день стоял в колеснице для того, чтобы дух его воинов не упал. Если царь оставит поле боя, то дух воинов упадет. И он для того, чтобы не упал дух воинов, он целый день простоял в колеснице. Это положительный момент. Положительный момент и заслуги кого? Человека, который не вернул царство к служению Всевышнему, хотя у него были такие возможности, все равно это момент очень положительный и очень высокий. Кроме служения Всевышнему непосредственно, то, что, безусловно, мы понимаем, что без этого нельзя, тем не менее, есть вот эта линия такая, что это защита становия Израиля, становление царства, укрепления царства, строительства городов, все это идет, не знаю, как подобрать выражение, скажем, идет в плюс, защитывается как заслуги, несмотря на то, что у человека есть огромные недостатки. и даже есть прямой запрет через пророков, например, ну вот как в той ситуации, о которой мы говорили. Прямой запрет, прямой запрет. Да, что было пророчество, что вы не защититесь, не как бы против пророчества получилось. Получается против пророчества, да, вместо того, чтобы понять, что главное, это духовные проблемы и встать на путь исправления, да, вместо этого все, как бы, силы, весь акцент ставится на войну, на борьбу с новым и губным царом, да, и заканчивается поражением, и несмотря на то, что можно было это припеть, то, что Еремьян предсказал, да, и тем не менее, тем не менее, этот дух, пламя, борьбы за свободу, готовность отдать свою жизнь за свободу, они в конце концов защищают его шалаем и храм, да, есть непонимание, есть, но тем не менее, этот дух, он очень-очень важен, да, вот, и это нам очень важно понимать, когда мы живем в Израиле, потому что многие не понимают, что люди, которые не обладают большим пониманием и не обладают, так сказать, большой праведностью, у них есть свои огромные заслуги, потому что они служат в армии, потому что они защищают народ, некоторые жертвуют своей жизнью ради этого, и этим ни в коем случае нельзя пренебрегать, да, то есть, то, что есть, есть недостатки, есть недостатки, но есть огромные заслуги, о которых тоже нельзя забывать, да. Спасибо большое, да, вот это то, что хотелось, как бы, применить, к нашим дням, что ли. Спасибо большое. Обязательно, обязательно. Хорошо. Я думаю, что Михаил, это у него просто шумовые помехи. Спасибо вам. Окей, ну тогда, может быть, закончим на этом. Спасибо огромное. Будем продумывать. Спасибо, надеюсь, что... Спасибо большое. Большое спасибо. Смотрите, я хотел сказать, технически, у нас была вот до перерыва, у нас была такая группа, называлась «Израиль-человечество». Ну вот, программа с тем же именем, она была у нас сколько-то времени, но мы как бы ее более-менее закончили. Китсур, я ее переименовал в группу по изучению книги пророков, и тогда вся информация по этим занятиям в записи будет там. Я имею в виду в Телеграм. Те, кто не там, пожалуйста, напишите мне, я вас туда присоединю, напишите мне в Телеграм. Но, может быть, в других чатах все-таки ты уже опубликуешь? Опубликую, но я не буду тиражировать это в пяти чатах, особенно записи, если будет, если есть специальная группа. Объявления в тех, которые как бы основные. просто сам чат, ссылка на него, не тиражируют каждый раз объявления. А, окей. Сеатр, объявления об этом чате я сделаю в остальных чатах, не проблем. Хорошо. Все, всем счастливо, пока, Рабзею, спасибо огромное. Спасибо. Все добрые, надеюсь, что самое солнечное. Спасибо.